Добрый день, меня зовут Юлия Журба и я хочу сегодня оставить видеоотзыв на модуль деньги. С самого начала хочу сказать, что этот модуль для меня был долгожданным, интересным, потому что ранее я темы денег вообще не касалась и считала, глубоко была убеждена, что психологи это глубоко духовные люди. В самом начале модуля нам предложилось нарисовать рисунок денег и богатства, а в течение месяца они у меня менялись три раза. Затем хочу отметить, что три цели, которые я намечала выполнить или достигнуть за этот месяц, я достигла двух целей. Затем очень грею душу 10 причин, которые я выявила на этом модуле. Благодаря которым я хочу все-таки разбогатеть. Еще хочу поделиться большой моей внутренней радостью, что я победила страх счастья. Мне очень было страшно становиться счастливой. И, скажем так, основную установку я разобрала. Остались детали, еще я прорабатываю чувство вины на эту тему. Что еще хочу сказать? Хочу сказать, что также глубоко коснулось проработки моей родовой установки, что все достается тяжело, либо все делается очень тяжело. Также установки проработаны, еще работаю с чувством вины и с чувством обиды. В этот модуль, на протяжении этого модуля мне удалось обновить список незавершенных дел. Потому что до этого я считала, что у меня все хорошо, и я иду своей скоростью, своим чередом, и у меня все вообще в шоколаде. Нет, там уже вот такой список незаконченных дел вообще. Также очень впечатлила меня статья Березовского, которую я для себя взяла за правило перечитывать каждый месяц. И, допустим, этот месяц я жила с тем, что для меня интересен вальпинизм от слова «воля». Тренировать волю, развивать ее. Ну, вот с этим я месяц жила. Также хочу поделиться, поняла, что хочу поделиться с людьми, и чем я, в каком формате хочу поделиться информацией, своими знаниями, умениями с людьми. И когда я этот список написала, то была сама глубоко удивлена шириной этого списка. Дальше что хочу сказать, что в этом модуле мне пришлось познакомиться с новым для меня чувством, это чувство зависти. Я раньше считала, что я человек независливый, и вообще это не про меня. Но когда в силу глубоких проработок и выхода на определенные глубины своей души, то пришлось себе признаться, что да, я человек завистливый, и пришлось попыхтеть вот над этим чувством. Вот, затем хочу отметить, что мне понравилась система системе шкатулок, которую я собираюсь применить в своей жизни. Также я взяла себе в жизнь фразу, а вдруг получится, вот прямо я с ней живу, где бы я там ни сомневалась, а вдруг получится, я пробую. Даже если у меня где-то не с первого раза, но все равно я живу с этой фразой, я прямо ее везде, во всех сферах жизни ее применяю. Вот, еще в продолжении этой же, допустим, фразы, я живу еще с фразой «Меня достаточно», «Меня достаточно для того, чтобы жить свою жизнь», «Меня достаточно для того, чтобы богатеть», «Меня достаточно для того, чтобы делиться со своими подписчиками», «Работать с женщинами», «Делать их счастливее», «Сопровождать их в отношениях». «Меня достаточно для всего». И вот сейчас, даже когда я говорю, у меня внутри все начинает вот так вот переворачиваться. Вот, и очень крутое упражнение в конце модуля было, которое, ну, для меня открыло новые глубины, и я вот даже еще сейчас работаю с этими установками, и с теми, ну, не совсем такими комфортными установками. Это вот незаконченные предложения. Вот, возьму себе тоже это на упражнение, как бы, буду повторять, ну, там, раз в месяц, два в месяц, то есть, ну, по мере необходимости открывать новые глубины свои. Вот, и что хочу сказать? Хочу сказать огромное спасибо Ирине, это большой труд, и я даже не подозревала, что тема денег может быть такой глубокой, и она может касаться всех сфер нашей жизни. Для меня это, конечно, открытие, открытие всех. Вот, и хочу сказать огромное спасибо команде Ирины, потому что их не видно, а нам здесь хорошо, тепло, и мухи не кусают. Не успели задать вопросы, мы уже ответы получаем. Не успели где-то в чем-то посомневаться, либо попробовать, и что-то не получилось, а нам уже отвечают. Вот, причем вопросы разностороннего характера, поэтому, как бы, уровень квалификации я тоже хочу отметить. Спасибо огромное, и до новых встреч!